МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Красота и грация. Репортаж с торжественного открытия турнира по художественной гимнастике имени Евгении Канаевой. Роспотребнадзор рекомендует регионам подготовиться к возможной вспышке холеры. Ведомство опубликовало постановление о дополнительных мерах профилактики этой инфекции. Согласно документу, каждый субъект РФ должен оценить, насколько специалисты готовы бороться с завозом и распространением холеры. В качестве основных мер федеральное ведомство рекомендует коллегам на местах усилить контроль за лабораторным исследованием сточных вод, проводить тренировки на случай вспышки заболевания. Территориальные управления Роспотребнадзора должны озаботиться созданием необходимых запасов диагностических средств и наборов реагентов для проведения анализов. В первую очередь, судя по тексту постановления, речь идет о Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской и Брянской областях, Краснодарском крае и территории Крыма. Однако и остальным регионам расслабляться не стоит. Крупный пожар в Омске. На этот раз вспыхнули не поля, на которые, по данным МЧС, приходится сейчас львиная доля возгораний, а жилые дома. 28 апреля около 6 вечера загорелся частный дом по улице 2-я Восточная в Центральном округе. На момент прибытия спасателей огонь успел перекинуться на крыши соседних домов и хозпостройки. Общая площадь пожара – 400 квадратных метров. На место выехали 17 бригад МЧС, 71 спасатель и 16 единиц спецтехники. Ликвидировать открытое горение удалось только через полтора часа. На этом работа для спасателей не закончилась. Всего за минувшие сутки произошло около 130 возгораний разной интенсивности. В основном горели трава и мусор. Хочу напомнить, что в нашем регионе действует особый противопожарный режим, а значит, что существуют запреты на посещение лесов, на разведение открытого огня. Такая административная мера воздействия, как предупреждение в период действия особого противопожарного режима, не действует. А значит, что за нарушение запретов придется заплатить штраф. Всплеск количества возгораний в регионе специалисты МЧС зафиксировали 8 апреля. Причина – ранняя весна. С начала 2022 года произошло уже более 2000 техногенных и 149 лесных пожаров. Ликвидировано около 7000 термических точек. Напомним, с 18 апреля в Омской области установлен особый противопожарный режим. Даже в свой профессиональный праздник, 30 апреля, спасатели будут находиться на посту. О том, как отметят День пожарной охраны России в Омске, и с какими сложностями в работе сталкиваются сотрудники МЧС, мы поговорили с заместителем начальника главного управления МЧС России по Омской области Александром Рейкиным. Смотрите интервью сразу после выпуска новостей. 14 тысяч деревьев в обмен на 400 миллионов. Зелёная комиссия мэрии снова решает судьбу зелёных насаждений на территории особой экономической зоны «Авангард». Управляющая компания готовит площадку под строительство нового завода. Ради этого планируют снести 14 тысяч деревьев в промышленной зоне. Как сообщалось ранее, будут вырублены 11 тысяч берёз и 3 тысяч осин, которые представители «Авангарда» называют «дикорастущей порослью». Взамен управляющая компания планирует в течение трёх лет реализовать дорожную карту по озеленению Омска на сумму, превышающую 400 миллионов рублей. Благоустройство предполагает высадку кустарников и крупномеров, а также дальнейший уход за ними. Об этом сообщают в мэрии. Отметим, площадь участка под строительство завода составляет 60 гектаров. Вместе с заросами кустарника деревья занимают четверть этой территории. Амича, которого подозревают в истязании девятимесячного младенца, увезли в Екатеринбург для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщает город 55. По информации издания, процедура может занять целый месяц. Напомним, в феврале 32-летний Амич по фамилии Живодёр остался с тремя детьми своей сожительницы, пока та находилась в другом городе. По данным следствия, Амич бил ребёнка по голове, переворачивал и тряс. Позже мужчина рассказал, что просто не знал, как успокоить девятимесячного мальчика. Ребёнок попал в реанимацию. А в отношении горе-воспитателя возбудили уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». Если Амича признают вменяемым, ему грозит наказание до семи лет лишения свободы. С 1 июля в Омске начнут действовать новые тарифы на газ. Об изменении цен для населения сообщили в региональной энергетической комиссии. Голубое топливо подорожает. Разница между действующим и новым тарифами составит 4,5%. Если газ используется для приготовления пищи и нагрева воды с помощью газовой плиты или водонагревателя, его стоимость составит 7 рублей 16 копеек за кубометр, что на 31 копейку больше нынешней. Потреблять газ на отопление и использование для других целей выгоднее. Стоимость кубометра 5 рублей 74 копейки. Дороже всего природный газ обойдётся абонентам, которые используют газовую плиту или отапливаются газом, не имея центрального горячего водоснабжения. Кубометра в таком случае будет стоить чуть более 9 рублей. Подорожание составит 40 копеек. Розничные цены на природный газ устанавливаются на основе составляющих, утверждаемых ФАС России по пяти направлениям использования. Чем больше используется ресурс, тем ниже стоимость газа. Всего месяц остался у Мечей, чтобы выбрать территорию для благоустройства в 2023 году. Голосование проходит онлайн в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жильё и градская среда». На выбор представлены 27 территорий. 17 в Омске, 4 в Калачинске, по 3 в Селькуле и Таре. Волонтёры проекта помогают им, чем справиться с технической частью процедуры. Они работают на информационных точках в МФЦ и торговых центрах. Выездные бригады отправляются на предприятия региона. У нас очень много волонтёров выходит на точки. Все хотят помогать на самом деле. И мы очень безумно благодарны ребятам и людям, отзывчивым, которые тоже готовы голосовать за это. Я считаю, что это очень нужно, потому что каждый голос очень важен. И даже один голос может полностью преобразить наш Омск. В Омске состоялась первая сводная репетиция парада Победы. Войска Омского гарнизона собрались на территории бывшего кадетского корпуса. Несколько часов военные и юнормейцы оттачивали строевой шаг и расстановку по местам. И это не последняя встреча. В следующий раз войска соберутся 5 мая на Соборной площади. Для репетиции парадов, которые задействуют тяжёлую военную технику, движения по некоторым центральным улицам перекроют. Но торжественное построение войск Омского гарнизона состоится уже традиционно в День Победы 9 мая. Напомним, ограничения на проведение массовых мероприятий в Омске, которые посвящены майским праздникам, сняты решением оперштаба. Однако масочный режим продолжает действовать. Также зрителям, которые придут на Соборную площадь, рекомендуют соблюдать социальную дистанцию. От патриотических песен до пылевой кухни о том, что память о победе в Великой Отечественной войне вечно омские школьники знают с первого класса. Приявить подрастающему поколению дух патриотизма помогают не только уроки истории. В преддверии 9 мая во дворе школы номер 95 состоялось праздничное мероприятие «Этот День Победы». Как рассказывает директор школы, концерт почти полностью организован силами учеников. Изначально праздник планировали сделать только для школы. Однако получился он для всего микрорайона. Мероприятие, посвященное 9 мая, мы решили немножко пораньше начать, пригласить самое большое количество людей, потому что эпицентр в поселке Лукьяновка – это школа. Сегодня именно то мероприятие, ради которого можно просто прийти и посмотреть, и принять участие. У нас же родители есть, у нас же есть жители. У нас только в поселке, но в нашем микрорайоне проживает 19 дружинников тыла, которые посвятили всю свою жизнь, именно труду, именно тому, чтобы нам хорошо сегодня жилось. Значит, в рамках данного концерта мы планируем и показать наш юно-армейский отряд, продемонстрировать их силу, волю, закалку и ту выучку, которую они в течение учебного года уже приобрели. На концерте, посвященном победе в Великой Отечественной войне, вместе со школьниками, депутаты Омского городского совета, представители КТОСов и управления Росгвардии, курсанты военного центра при Сибаде, а также юно-армейский отряд. Ученик 95-й школы Максим Вершинин, его командир, рассказывает, быть юно-армейцем почетно. Готовились неделю, занимались после уроков, репетировали все, чтобы было на ура. У нас в школе проходит множество интересных мероприятий. Мы проводим сборка-разборка автоматов, также стреляем из них. У нас множество кружков, такие как самооборона, кикбоксинг. В ходе мероприятия прозвучали военно-патриотические песни. Сами школьники подготовили танцевальные номера, показательные выступления по армейскому рукопашному бою, познакомились с современными видами стрелкового оружия, а каждый желающий смог самостоятельно собрать автомат Калашникова. Завершился праздник обедом. На территории школы работала полевая кухня, и все гости праздника смогли отведать настоящей солдатской каши. Установлено, что помимо грабежей, убийств и содержания наркопритонов, члены этой криминальной организации работали на японскую разведку. Тайны омской контрразведки раскрыты. Под грифом «Совершенно не секретно» в историческом парке «Россия. Моя история» открылась новая выставка. Здесь представлены плоды работы чекистов за более чем вековой период. Рассказано и показано, что делали омские контрразведчики с конца XIX века до настоящего времени. Открылась выставка, посвященная 100-летию образования службы контрразведки в системе органов безопасности. Данная выставка уникальна тем, что здесь представлены документы, которые долгое время находились под грифом «Секретно» и «Совершенно секретно». И многие из этих документов были рассекречены как раз-таки к предстоящему празднику. В экспозиции несколько разделов. Посетители могут узнать больше об истории образования органов безопасности. Большое внимание уделено периоду Великой Отечественной войны. Представлены материалы постсоветского этапа. В 90-е, когда Омск стал открытым для всех городом, иностранные спецслужбы стремились пробраться к оборонно-промышленному комплексу. У контрразведчиков было немало работы. На выставке представлены экспонаты из быта контрразведчиков разных лет. Например, это оружие периода Великой Отечественной войны. Это различные рассекреченные документы, в том числе и дела реальных агентов Абвара и германской разведки. И также множество других предметов различных, которые будут интересны людям, которые интересуются историей контрразведки или даже вообще не подозревают о том, насколько это многообразно и интересно. Самая живая часть экспозиции – арт-объект «Кабинет Чекиста». Это типичная рабочая обстановка для контрразведчиков в период существования КГБ СССР. Посетители могут примерить на себя образ сотрудника органов безопасности. Материалы уходят далеко в прошлое. И глазами, документами органов безопасности различного периода можно взглянуть на те этапы развития и становления нашего государства. Это уже не первый совместный проект регионального управления Федеральной службы безопасности и парка «Россия – моя история». Выставка «Контрразведка при Иртышья» будет работать до 1 июля. Посетить музей можно в любой день, кроме понедельника. Теперь открыто официально. Торжественная церемония, посвященная старту первого международного турнира по художественной гимнастике имени двукратной олимпийской чемпионки Евгения Иканаевой, состоялась накануне в концертном зале Омской филармонии. Зрители увидели красочное шоу с участием звезд этого вида спорта. Ведущей вечера стала серебряный призер олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина. А на сцену вышли известные не только в России. Лала Крамаренко, Дарья Трубникова, Анастасия Симакова. Особенно долгими аплодисментами зрители встретили сестер Дину и Арину Авериных. Позже девушки признались, столь теплого приема в Омске не ожидали и вообще с трудом осознают, что сейчас юные гимнастки видят их примером для подражания так же, как когда-то сами Аверины равнялись на Евгению Канаеву. Некоторые дети, мы доставляем удовольствие и являемся их кумирами, но не знаю, я этого не ощущаю. А я не могу представить, чтобы, ну, кто-то, кому-то я могла нравиться, чтобы хотели быть похожи на меня, потому что всегда я хотела быть похожи на Евгению Канаеву, например, потому что она очень трудолюбива. Там также на Алину Кабаеву хотела быть похожа. И вот сейчас дети пытаются быть похожи на нас, и это очень приятно на самом деле. Приготовили организаторы турнира и сюрприз для ценителей художественной гимнастики. Евгения Канаева и сама выступила на сцене. Отметим, что на соревнования, получившие название Евгения Каб, помимо лидеров российской сборной съехались сильнейшие спортсменки из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении и Грузии. Выступления гимнасток будут проходить с 28 по 30 апреля в Омском дворце художественной гимнастики. Областной Минспорта ранее сообщала, что посетить турнир может любой желающий, вход будет свободным. Канаева поделилась планами сделать турнир ежегодным и развивать. Возможно, расширение географии за счет новых команд участниц организаторы рассматривают и включение в программу состязаний групповых упражнений. Отметим, серьезный статус турнира в числе прочего обеспечивает и компетентная судейская бригада во главе с венгерским арбитром международной категории Ириной Берег и, конечно, заслуги самой Канаевой. Впрочем, олимпийская чемпионка уверена, что ни ее громкое имя, ни строгие судьи не должны оказывать на гимнасток давление. Участница знает, что я очень простой человек. Я их очень сильно люблю. Всех детей, на самом деле, к детям меня отношение, ну и вообще к людям. Вот. И на самом деле все очень хотели ехать сюда выступать и заявили сами желание. То есть я никого не уговаривала. Я не успела сказать. И они сказали, конечно, мы поедем. И мне это было вдвойне приятно. И здорово, что все это получилось. И здорово, что главный тренер отпустил Ирина Александровна Вейнар, отпустила лидеров наших. Доверилась, скажем так, условиям нашим, приему теплому. В Омский цирк приехали знаменитые на весь мир цирковые артистки из Италии. 45-летние индийские слонихи Карла и Рани. Встретили животных, как настоящих звезд. После долгой дороги они отправились на СПА-процедуры. Специальную акваустановку для купания разместили прямо во дворе омского цирка. После прогулка вокруг здания. Считается, что эта традиция приносит удачу не только артистам, но и всем, кто встретит слонов на своем пути. Ожидать выступления Карла и Рани будут в собственных апартаментах площадью 100 квадратных метров. К приезду знаменитости здесь специально сделали свежий ремонт. Купание и прогулка со слонами далеко не все сюрпризы для мечей, уверяют в руководстве цирка. Все то время, когда индийские звезды будут гостить в Омске 7 мая по 5 июня, у зрителей будет возможность не только насладиться ярким шоу, но и самим покормить знаменитых слоних.